Здравствуйте дорогие любители ММА! Сегодня у нас UFC 248, который пройдет 7 марта, ну 8 с утра в России. Лас-Вегас, Невада, Соединенные Штаты Америки. Конкретно в этом выпуске у нас Сапарбек Сафаров против Радолфа Вейеры. Сапарбек все еще выступает в UFC. Очень зрелищный боец, Сапарбек Сафаров 9-2, профессиональный рекорд. 33 года, 186 сантиметров рост. Последний бой он выиграл в UFC. Ника Негумерину решением в 19-м году. До этого Тайсону Педру проиграл Кимурой в первом раунде, болевой прием в 18-м году. И в 16-м году проиграл Джану Виланте, потому что повредил там колено или что, ногу. Отбили ему Панчисон Элболс во втором раунде проиграл. Кстати, советую посмотреть бой Сапарбека с Джаном Виланте. Очень зрелищный, как мне показался. В общем, довольно такой рубак, крутой Сапарбек Сафаров 1-2 в UFC у него рекорд. И его соперник довольно проходной, Радольф Авиера по кличке Black Belt Hunter. 6-0, профессиональный рекорд, 30 лет, 185 сантиметров рост. Любил выступать по грэплингу, ну ладно, это мы даже разбирать не будем. В 19-м году он победил Оскару Печоту, а Антри Англчок задушил во втором раунде. Также до этого выступал в ACA, ACB, где Виталия Немчинова задушил Рернекий Чок в первом раунде. Но знаете, здесь сложно даже выбрать фаворита. Потому что я не знаю, насколько Сапарбек хорошо защищается от перевода в партер. Если будут стойки биться, конечно, у Сапарбека есть все шансы. Если перейдут на землю, то, скорее всего, Сапарбек проиграет болевым душем. Тем более, что он в UFC уже проигрывал так. Получается, что все-таки шансы у Радольфа Вейры большие на победу. Ну пусть будет 50 на 50, давайте проверим коэффициенты. Ну знаете, такого я не ждал. 1.13 на Радольфа Вейру и 6.40 на Сапарбека. Но неужели у него вообще нет шансов? Вот не против Хабиба же выходит, да? Я не против Джона Джонса. Как так можно давать такие коэффициенты? Я не знаю. Но здесь нужно воспользоваться ситуацией, наверное, и немножко залить на Сапарбека, верить в нашего бойца. На этом все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова